Совсем скоро состоится бой, который будет смотреть весь мир между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором. А я приглашаю вас на встречу с человеком, который сделал все, чтобы для Хабиба этот бой стал победным. В каких случаях мужчину можно считать героем? Когда он защищает родину, когда он защищает свое родное село, семью, жену и детей. А вам нравится время, в котором вы живете? Не очень. Почему? Потому что я видел и жизнь, которая была в Советском Союзе. Она была лучше? Намного. Намного? Да. То есть сейчас человек просто не защищает? В плане идеальности, в плане порядка, дисциплины. В этом плане, да. А вас строгости воспитывали родители? Я воспитывался в строгом режиме у отца. Это хорошо? Я считаю это правильно. А как воспитываются в Дагестане мальчишки? Ты должен быть занят с самого утра до вечера. Это подъем, зарядка, это школа. После школы это час-полтора отдых. Потом помощь по хозяйству родителям. Вечером тренировка. И перед тем, как заснуть, хотя бы два часа заниматься школьным предметом. Что в современном мире вы бы хотели изменить в первую очередь? Ну вот алчность, подлость. Это очень много вещей поменял бы. Но они присущены этой жизни. Самая высшая ценность для вас? Я считаю, что если вы верите Всевышнему, и вы на этом свете для того, чтобы поклоняться Всевышнему, вы должны этого делать. У вас есть три правила, которым вы никогда не изменяете? Есть такое правило, когда, наверное, она заложена у нас генетически. Ну, появляется человек старший, преклонного возраста, встаешь, делаешь шаг на встречу и ждешь, что он скажет. Это первое. Если ты видишь недостатки молодого, юноши, мальчишки и так далее, останавливаешься и справляешь его. Ну и третье – это быть полезным в обществе. А как у вас сочетается отец и тренер? Кого больше – тренера все-таки или отца? Я думаю, я диктатор для моего сына. Как вы считаете, а что нужно, чтобы воспитать сына в Боге, в вере? Я думаю, это не только от меня, от семьи. У нас есть такое понятие – жамат. Это сельский исход из зрелых мужчин, которые думают о будущем, о настоящем. И оставили нас наследие. Они решают. Какие качества нужно иметь ребенку, чтобы он стал выдающимся спортсменом? Я думаю, очень важно целеустремленность. И чтобы мог он выдерживать те нагрузки, которые будут по пути его жизни. А вы вот когда смотрели на Хабиба, когда он был маленьким, вы в нем видели вот эти качества? И они все-таки врожденные или они уже потом приобретены? Я знал, что он будет на уровне среднего спортсмена всегда. Потому что у него были задатки, желания, устремленность. Но я все-таки делал ставку на старшего сына. Он учился намного лучше. Он был одаренный. Но в 12 лет получил травму, поэтому пришлось завершить карьеру. Какие спортсмены вашего вида спорта для вас стали такими путеводными звездами? И на кого сейчас должны равняться наши молодые спортсмены? Вот сейчас у меня за час до этого сидел собеседник. Мой товарищ спросил, Что было в ваше время самое лучшее в сборнике СССР-ягору? Но самые большие его, допустим, скажем, приобретения были это австрийская спортивная форма СССР-буклами, ориент часы, суперджога-кроссовки, на сумке сборника сумки, и он ушел. Вот я называл. Стипендия 45, зарплата генерального директора 120. Не было большой разницы от приоритетов. У нас не было людей, которые не работают. Они были тунецами. Как вы считаете, может ли безнравственных и религиозных ценностей состояться большой спортсмен? Именно вот большой такой, выдающийся? Нет, потому что вообще в религии очень добрые, хорошие наставления, которые приносят миру спокойствие и мир, и созидание. И чтобы хотя бы, если не весь мир, чтобы ваши соседи говорили о вас хорошо. Надо вести себя достойно. Эти качества и есть в религии. А вот смотрите, мы и Пакьяу, он религиозный человек. Май Везер, он, ну, как бы, живет, как бы, и вроде и оба они, ну, выдающиеся спортсмены. Вот я бы взял другой пример. Мухаммед Али и Майк Тайсон. Они не были в религии, но они стали мусульманами. Стали. И они оставили очень хороший, большой след, и тот, и другой. Мухаммед Алионид на покойник, а Майк Тайсон изменился в лучшую сторону. За счет религии. Расскажите, как у религиозного человека должен проходить день с точки зрения ислама? Во-первых, он сегодня, вот, я встал где-то полпятого. Помолился себе, что устал. Унылся, оделся, прогулялся. Делал зарядку, завтрак, и вот я с вами навстречу. Почему ислам – это истинная религия, и почему и кому выгодно на сегодняшний день преподносить религию с точки зрения экстремизма и терроризма? Я думаю, наверное, те люди, которые не любят, во-первых, нашу страну, сделать разделение в обществе, допустить их между собой под разным предлогом, вряд ли у кого это получится, потому что религиозных людей становится больше, понимание становится еще больше. И поэтому, я думаю, будет будущее у России с исламом очень хорошее. Как вы проводите свободное время, и как проводит время ваш сын Хабиб? У меня его практически нет. Я или читаю, или что-то преподаю, или навстречу, и ее у меня практически нет. А вы счастливы от этого? Я бы сказал, да. Я видел все. У меня есть дети, слава себе, шуму. У меня есть дочь, два сына. У меня есть внуки, после внуков. Я и дед, и отец, и тренер, и заслуженный тренер. Ну и скажу так, чего я хотел в спорте, того я добился. Очень хотелось мне брата вывезти на Олимпиаду. Этого мне не удалось, но он был чемпионом мира Европы. Я надеюсь, что на моих внуках я еще отыграюсь. Вы уже начинаете, наверное, отыгрываться? Да, да. Я уже тренирую Хабиба Сыни. А с какого возраста нужно тренировать мальчишку? Ну, я с трех месяцев начал Хабиба Сыни ценировать. Как только взял здоровье. Он уже получает определенную нагрузку от меня. А вот такие вот... После меня он хорошо спит. Ко мне его быстро приводят. А когда вот именно такие интенсивные... Скольки летом? С четырех, с пяти начинается? Я думаю, как и с Хабибом, я с двух лет начну учить на ковре, упражнения растягивать. Ну и изучать его потихоньку. Почему так много несогласных с мнением Хабиба, вашего сына, касательно отмены концерта в Дагестане, известного исполнителя, подопечного Тимоти. С чем это связано? Хотя мы понимаем замечательно, что сейчас пропагандируют, насаждают и выпивку, и разврат, и татуировки, и гражданские браки и так далее. Вот как с этим бороться, и как вы к этой ситуации относитесь? И почему это происходит? Я думаю, Хабибу нужно было быть в этом деле попроще. И вот если там, где он назвал, невелика потеря, можно было сказать, Дагестан, нужно ехать с ценностями этого региона. И все. И если вы слышали, вообще слышали, Гуччи, Шанель, я стесняюсь сказать, это на кухонном столе и так далее, что эти же песни воспевают в Дагестане. Это, конечно, ложь. Поэтому дальнейшие комментарии бессмысленны в этом деле. Я считаю, не нужно возвращаться к этой теме. Эта тема не красит ни Россию, ни обе стороны. Абсолютно я согласна. Да, она и проходящая, эта тема. Она как пришла, так и идет. Как вы считаете, какой самый главный бой у Хабиба в его карьере, и кто его главный соперник? Значимые бои он провел. Он чемпион. А вот необходимый бой – это бой с Конором и Феррисом. Будет ли он подниматься в весовой категории выше? Мне нужно пройти два человека, а потом мы сядем и обговорим эти темы. А вы планируете? Я в своем сознании это планирую. Что может дать победа Хабибу над Конором? Я думаю, это, во-первых, показать. Все-таки Хабиб, наверное, сильнее, как спортсмен для России, чем Конор. На финале чемпионата мира по футболу Владимир Владимирович Путин пригласил Конора Макгрегора как гостя. Хотя, как бы мы понимаем, что у нас достаточно своих больших спортсменов, легенд, в том числе ваш сын. Как вы к этому отнеслись? Я к этому отнесусь, понимание. Лично я, я не знаю, как другие это помним. Во-первых, Владимир Владимирович, хозяин чемпионата мира. Он принимает гостей. Хабиб тоже приглашенный в сборную команду, хозяин этого туркнира. Остальные люди гости. На этом чемпионате и Хабиб, и руководство страны, и все мы должны принимать гостей. А в последующем мы посмотрим. Я думаю, и страна оценит, и Хабиб делает для страны. Все будет нормально. Конор Макгрегор в вашу сторону произнес такие нелицеприятные слова несколько раз. Как вы считаете, это какая-то мода уже пошла у бойцов вот такого отношения, и отношения к старшему в первую очередь? Да и вообще между собою друг друга посылают. Я не представляю, чтобы Иван Рынгин, к примеру, отправил Арсена Фадзаева куда-то. Но это как-то не укладывается. В моем понимании, что общаться со мной, Макгрегор, я думаю, ему это нежелательно. Ему лучше, значит, в октагоне разобраться с Хабибом. А то, что он делал этот выпад, это залез в голову Хабиба, чего у него вообще не получится. Ни год, ни после. Он враг вам? Нет, нет. Я как могу считать его врагом? Он такой же спортсмен, талантливый спортсмен со своими качественными, допустим, достатками, недостатками, как у бойца. Ну, я не считаю его врагом. Он наш оппонент. А какое у вас отношение к нему? Раньше были хорошие, пока он уступал 65 килограмм. Он подходил к нам, здоровался. Была такая фотография. Один был претендент на 65, другой на 73 вес. Тогда были хорошие отношения. Но когда он полез в вес Хабиба, свой, не свой, на дорогу не стоит. Ну, логично. А его сильные стороны и слабые стороны? В спортивном плане я бы его назвал так. Аперкот правой руки, длинное нокаутирующие левое и разворот правой пяткой. Ну, читаем, изучаем, мы это знаем. Он опасен? Да. То есть недооценивать, соответственно... Хабиб более опасен, чем Конар Хабиб. А он это чувствует? Он это понимает. Как никто. Страшно? Мне нет. Нет, ему. Ему, да. Ему должно быть страшно. Поэтому он готовится. Готовится хорошо, наверное, готовится. Да. Он думает, что у нас нет информации. Мы здесь все. Ну, слава богу. Какие события в спорте вы никогда не забудете? Чемпионат мира, финал младшего брата. Я думаю, и будет за пояс ходить. Это незабываемое. Да, это другое ощущение. А какие ощущения у вас были внутри? Ты вообще не чувствуешь ничего вокруг. Это такое наслаждение. Это радость. Я думаю, это счастливый момент. Это гордость. Гордиться мне не позволено моей религией. А что тогда испытывать? Ну, когда твой сын достиг таких вот... Можно удовлетвориться и двигаться дальше, а вот гордиться... И благодарить. Да. Я все время благодарю Севишину. На то, что он дал. Да, абсолютно. В истории российской борьбы много примеров, много легенд спортсменов. На кого вы ориентировались? Кто для вас был таким маяком? На голову Адулбеку. Когда он делал ничью с Болгарином, у него осталось только один шанс. Чистая победа. Он это сделал. Это первый олимпийский чемпион вообще на Северном Кавказе. Из чего складывается стратегическое мышление бойца? Из накопленного опыта в боях. Опыта? Да. А недостаточно ударной техники выносливости? Нет. Нет? Нет. Он должен прочувствовать, на каком расстоянии соперник опасен. И на каком расстоянии ему это выгодно. Поэтому это такой момент. Это в бою с опытом набирается. Готовность идти на риски. Это природное качество или натренированное? Я вообще считаю, для умных, талантливых тренировок, для молодых, скажу это, рискую только тогда, когда ты начинаешь проигрывать. А зачем рисковать, если вы выигрываете? Узная борьба. Если все под контролем, вы идете в бою. Зачем рисковать? Я не вижу смысла. Но если вы проигрываете, чего ждать уже? Должен быть все поставлено на риск, в обмен. Психологическая готовность к бою, в чем она выражается? Кто-то, к примеру, берет себе психологов. К примеру, ваш сын сказал, что мне психологи не нужны. Надо уповать на Всевышнего и надеяться на те навыки и на ту готовность, к которой он готовился все это время. Кого из бойцов вы выделили на сегодняшний момент? Кто из них, на ваш взгляд, лучший? У России это Федор Ремеляненко. Это Федор Ремеляненко. Очень большой след оставил Александр Шлеменко. Ну и сейчас идет Хабиб. Много молодых талантов в России. Но то, что они сделали в протяжении этого 20 лет, это история для российского аэропорта. У Александра Шлеменко как раз-таки совершенно совсем скоро будет бой с Анатолием Токовым. Вот как вы оцениваете этот бой? Ну, спортивная составляющая будет то, что будет. А то, что Токов борется за этот титул, это уже успех. А Шлеменко – это уже история. История? Как бы вы охарактеризовали Александра Шлеменко? Шлеменко? Да. Неугомонный? Да, абсолютно. Как вы считаете, он покажет себя, Александр Шлеменко? Какие перспективы у него? Потому что я знаю, что, конечно, он себя реализует еще вне ковра, вне ринга. Когда он закончит свою карьеру, я думаю, что это будет большая карьера, и он много чего сможет сделать. Я считаю, что Александр Шлеменко – это то заряд, то необходимость, допустим, для сибирских ребят в России. И эта школа еще много заявит о себе. Дай бог. Скажите, какая цена самой трудной победы? 14 переломов костей на протяжении всего этого времени. Вот столько переломов было, значит, в карьерах Абиба. Несколько операций, уход, возвращение. Как он это все переносил? Ну, было время, когда он хотел завершить. Побеседовали, поговорили. И все это так просто, напрасно. Вернулся, было тяжело, но потихоньку, по шагу, по шагу пришли в себя. Вы его настраивали? Да. Ну, если мы посчитаем, сколько мы прошли под сборы, в залы, тренировочные моменты, соревнования, любительские моменты. Были открытия, переломы, во время боя мы продолжали одной рукой. Два боя со спицами в руке, там, где открытие, переломы было, нельзя было пропускать, гран-при. Тогда мы участвовали в Камбазе Добро, от него зависело, выйдем ли мы в финал или нет. Он это сделал, брался одной рукой, выиграл, вышли на финал. Ну, были тяжелые времена, и когда с Хабиловым они целый день шли друг к другу в финал, оба моих ученика, он помнит эти времена, он помнит, сколько было сделано, решил вернуться, и получилось. Скажите, по каким критериям определяется готовность бойца к бою? Вот как вы определяете, что готов он? Этот, не одним днем, мы делаем определенную работу в течение полгода, и когда старт дан, мы должны выйти, там, трехмесячная готовность, двух, трех, сейчас меньше трех недель, мы готовим к бою, просто сейчас надо сделать вес, безболезненно, чтобы ты мог выдержаться пять равных. Это очень важный момент. Существует такая точка зрения, что раньше в советское время тренировались и побеждали ради страны, ради родины, а сейчас все сводится к деньгам. Вы с этим согласны? Что время поменялось? Вот меня сегодня утром спортсмены окружали, и люди, которые тренируют, люди, которые организовывают, задавали вопрос, раньше что вы получали? Сказал, медаль, грамота, ценный подарок какой-нибудь, маленький сувенир или что-нибудь. А если ты чемпион страны, выиграл спортсмены, СССР, Европу и мир, то ты получил однокомнатную квартиру. Это было все, на что можно было надеяться спортсмены в СССР. Но если ты повторял на Олимпиаде намерить результаты, ты получал еще машину волн. Это был запредельный радость, чего можно было получить от своей страны. А сейчас? А сейчас можно получить и один, и пять, и десять миллионов, и сотни миллионов, если вы вышли на тот уровень и выступаете в профессиональном спорте. А вы знали, что вы выйдете на этот уровень? Вот внутри, на самом деле, вы знали? Я сейчас хочу вам чуть-чуть раскрыться в этой теме, не только вместе с Хабибом. У меня еще есть три ученика молодых. Они с фамилией Нурмагомедов. Я надеюсь, что они выйдут на мировой уровень. Какой вы максималист. Ну, дай бог. Ну, первый из них Амар, потом идет младший брат. У меня племянник есть. Я не буду его называть имя. Подумать, что этот ему все горе покажут. Поэтому, ну, я надеюсь на них. У них есть задатки. Есть задатки? Есть. А если сравнить с Хабибом? Если сравнить с Хабибом, ну, каждый из них индивидуальный. Хабиб, допустим, в чем-то хороший, а они сегодня в другом лучше. Я надеюсь, что будет разнообразная техника новых молодых ребят. На это у меня есть и возможности. И силы. Да. По мнению Александра Карелина, из числа бывших советских спортсменов и сегодняшних, они намного опаснее, нежели иностранцы. Потому что они борются до последнего, сражаются, невзирая на какие-то там препятствия. Вы с этим согласны? Во-первых, наша школа, вот в единоборствах, вот скажем, крикоримская, вольного стиля. То самое. Я всегда считал самими конкурентными видами. И у нас есть самородки, очень хорошие ребята. Если раньше у нас можно было 10-15 человек вызвать на сбор, сейчас мы можем 60-70 человек вызвать на сбор и тренировать их. Есть условия, есть возможности. Почему им не тренировать? Все не могут быть чемпионами страны. Их бывает 9-10 человек. А остальные, они должны идти в профессиональный спорт, дорабатывать себе деньги. И делать условия для будущих, для наших детей. Дисциплины, мать любой победы, как говорил Суворов. Через какие самоограничения проходят ваши бойцы? Что самое главное? Раньше это нужно было мне самому контролировать. Сейчас у меня есть везде камеры. Находясь в любой европейской стране. Я говорю, уберите ноги из окна. Почему лег обуви? Я могу отправить. И у меня, кроме душевого и туалета, везде на территории есть камеры. И они это знают. Ничего себе. То есть вы каждый шаг их контролируете? У меня на территории целиком 9 камер. Где сейчас они живут. Внутри помещения, в зале. Я сижу за столом, кабинеты. У себя я вижу, как тренер и ученики делают свою работу. Если мне это нужно будет сказать тренеру, я отдельно после тренировки его позову. А если это надо будет ученикам, я зайду на тренировку, остановлюсь, сделаю замечание. Так нельзя. Или вы проведите несколько человек, он знает, что это не место. А наказание есть? Он бывает иногда занят в углу с какой-то парой, а сзади творится все, что он не видит это. Или он меняет позицию, дорабатывает, готовится и сам в этой теме. А в другом углу играются. А я сижу и все это вижу, весь зал. Каждый участок. Поэтому это такое бывает. А наказание есть? Ну, раз выставляю из зала, это самое большое наказание. Сразу приходят родители. Дальше уже разговор с родителями. Понятно. Каждый боец уникален, как мы с вами говорили. У каждого есть своя техника, свои приемы. Чем уникален Хабиб? Желание работать все время. Он никогда не говорил, устал или не могу. Я его уже 10 лет не поднимаю на зарядках. Откуда это качество? Это рожденный уже или это... Я думаю, он понимает, что профессиональный спорт не терпит вот это упущение. Он это знает. На верстат, то, что ты должен делать за три месяца, ты не можешь за месяц сделать. Как бы ты этого не хотел. Время упущенное всегда очень дорого стоит. Из всей золотой коллекции боев Хабиба, на ваш взгляд, самый значимый какой бой? Я бы назвал самым значимым за пояс, я квинтой. Потому что на кону стояло все. Хабиб мог потерять в этом бою все. Потому что соперник, ему меняли четвертого, пятого соперника за неделю. И к этому Хабиб шел очень ярко. Пропустил один удар, он мог потерять здесь все. Самый такой зрелищный, хороший бой, который он ни одного шанса не оставил. До Сани все. И после этого он стал чемпионом, разгромив всех соперников. Хабиб его выиграл, и Хабиб получил травму. И должен был уйти из спорта полтора-два года. Я считаю, это был очень важный бой. Какой бы вы хотели видеть кульминацию спортивной карьеры Хабиба? Где вот эта вершина амбиции? И что дальше? Я считаю, нужно провести вместе с боем Макгрегора четыре боя. А дальше пусть принимает сам решение. Но мне нужны такие бои, как... Хабиб Конор, Хабиб Фергюсон. Хабиб с легендой Симпьер. Хабиб Фергюсон, Хабиб, человек шесть-семь раз зашел свой пояс. Оставил спорт, вернувшиеся четыре года спустя. В следующей весовой категории выиграл бой за звание чемпиона с биспинга. Я все-таки хотел бы рискнуть следующей весовой категории. Часто ли вы сталкивались с несправедливостью в клетке и с ошибками судейства? Вот месяц не прошло. Казахстан. Наглядный пример. Улан-Беков, Тагир, Голгас, Тумагулов. Судьи дают 49-46. Там, где выиграл Улан-Беков. Почему так произошло? Во-первых, бой был в Казахстане. Все судьи были именно с Казахстаном. Очень большое желание завоевать в этой стране пояс. Но не таким образом его завоевывать. Грязная борьба. Я считаю, у меня претензии только судьям и организаторам. А людям какие могут быть претензии. Поэтому это все организация, это финансовая составляющая. И это судьи, которые решили так и с ходьбой. А претензии были? Камилу Гаджилу, судьям? Всем. Всем я подал протест. Сейчас в Торгово-промышленную палату, у нас есть пункт 13.2, где если мы не можем договориться, я обращаюсь. Мне несут решение. У меня есть ответ от казахской организации. Я жду последнего ответа, потом я буду судиться. Это для вас принципиально вопрос? Для меня и для моего ученика, и для моей школы это принципиально. Потому что весь мир знает. Здесь проходил впервые чемпионат. Хороший, такой с кардом. UFC проходило. И мне было очень интересно, значит, со свидетелем, с признанными людьми, мастерами, показывать этот бой. Судьи в UFC, где из 12-й один сказал ничья, и 11-й сказали, что выиграл Уламбеку. Это все понимают об этом. Организации, федерации, все, кто смотрит эти бои. Но нужно волевое решение принять, забрать этот пояс или аннулировать, так как они не имели права судить на этом уровне за звание чемпиона мира. Поэтому это глоба, это судя. А что сказал Камил Гаджиев на эту тему? Камил Гаджиев пока в этом вопросе ждет моих ответов. Следующих, где я протестовал. Получив все ответы, я бумагой представлю Камилу Гаджиеву и судейскому корпусу. Все претензии раньше рассматривались. Союз ММА, смешание единоборств России, они рассматривали. Я очень многими судьями разговаривал и давал видеоматериал. И они сами тоже смотрели, дают мне ответ. Но никто не говорит, что Тегер проиграл. Поэтому все-таки этот вопрос остается открытым. Я жду решения. За эти годы очень много раз меняли правила борьбы. И мы знаем, что наша любимая борьба чуть не была исключена из Олимпийских игр. Как вы считаете, если дальше так же будут меняться правила, к чему это все может привести? У нас есть один бой. Это бой с Трухвилю, у Хабиба. Там, где Хабиб установил рекорд вообще UFC по броскам, когда хотели убрать борьбу в Олимпийских. Это был от нас как бы вызов. Это была все демонстрация, что борьба – это великий спорт. Борьба – это достойный вид спорта, и она заслуживает быть в Олимпийских играх. Вот наше выступление с Трухвилю. Этот рекорд до сих пор не сбит. И второй момент. Поменяли очень много в правилах, в системе. Борьба сейчас очень зрелищная. Сейчас я не думаю, что судьи определяют победителя. За исключением там маленьких моментов сами борцы имеют возможность доказать и показать, что они способны и как они выиграли. Поэтому сейчас правила очень зрелищные. Есть оценки – 4 балла в Москве. Поэтому и раньше там, где был 1 балл, сейчас 2 балла, перевод партии. Борьба сейчас очень интересная. А как вы относитесь к женской борьбе? И к женским боям, единоборствам? У нас есть женщины в команде, но они ждут нас дома. Они ждут нас дома. Господь, наверное, их и создал, чтобы они ждали дома все-таки? Они создают все условия, чтобы мы выиграли. Вот. Как вы оцениваете свой вклад в спорте, в борьбе? Ну, на моей, допустим, тренерской деятельности на протяжении всего этого времени воспитаны 27 чемпионов мира. 28-й – это Хабиб в смешанном стиле. Я думаю, я по трем видам заслужен в Союзе России. В смешанном стиле у меня там 7 чемпионов мира. Боевым самым профессиональным. В смешанном. Сейчас у меня выступает 27 профессиональных бойцов. Я надеюсь, что в этом году еще три прибавятся, и эта цифра должна округлиться в 30. Я надеюсь на это. Кого вы видите чемпионом UFC в ближайшем будущем из российских спортсменов? Александр Волков, забит Магамин Шарипов, Ислан Махачев. Забит идет, мне кажется, вот так прямо. Он должен идти так. Да. И Волков идет, как ракета. Да? Да. И Ислам идет уверенно. Я считаю, что они каждый идут, она растающая, и сейчас их не время. У Александра Волкова в чем его сила? Александр Волков – это тяж пяти раундовый. Есть у него недостатки. И у него больше достатка, чем у него сила. Поэтому я считаю, он должен компенсировать это тем, что у него есть. Но стоит Волкова еще гибает в мощи, его распространяет добавлять. И он очень тактический у него. Как вы оцениваете Тони Фергюсона, и какие его сильные, слабые стороны? И вам интересен этот бой? На него мы готовились четыре раза. Это, представьте, я год и два месяца готовился на одного бойца за все это время. Честно говоря, я его изучил. Все, что нужно было посмотреть, посмотрел. Все, что он сейчас может изменить, что-то новое. В тяжелых боях ты никогда не сделаешь то, что не делал на тренировке. Это можно сделать вольно простым новичком, дебютантом с кем-то другим. Но если ты дерешься на таком уровне, допустим, с Конором, с Хабибом или с кем-то серьезным бойцом, они делают то, что у них лучше всего получается на тренировке. Это два-три технических здесь. Поэтому ничего неизвестного нет. Он работяга. Он в серии с 10 побед. И сейчас он выиграет Петиса. Это будет всего два бойца. Если Хабиб выиграет и Тони, которые выиграли по 11 боев беспроигрышной серии. И такого боя между собой не было в истории в UFC. Этот бой будет носить очень такой характер. Противоборцы, наконец-то люди увидели этот бой. Он четыре раза был сорван. Два раза со стороны Фергюса, два раза со стороны Хабиба. У них были травмы, переломы, операции. Я все-таки верю, что зритель заслуживает видеть этого боя. Вы присутствовали на UFC в Москве. Как вы оцениваете уровень? И как вы считаете, то, что пришел в Россию UFC, могут ли они затмить и как-то поглотить другие промоушены России? Я бы сказал, как бы дочерное предприятие под UFC подводят бойцы уже М1. Чемпионы М1 будут подписаны в промоушене UFC. Я считаю, это хороший успех для наших молодых ребят, которые мечтают выступить в UFC. Вот конкуренция. Ахмат, АСБ, Файтнайт Глобал, М1 сделали возможным UFC в России. Ну и зритель России заслужил на протяжении столько лет после футбола. Мы идем по зрителям на втором месте. И это очень важно. Это удивительно. Это удивительно, но я же об этом заявляю постоянно последние пять лет. Если это интересно зрителю, если это оправдано с финансовой стороны, почему бы и нет, почему бы и не сделать это на государственном уровне, чтобы была страховка из-за болезни, из-за травмы, чтобы были отчисления, значит, чтобы платили налоги спортсмены, чтобы это шло в пользу государства. И поддержать его на государственном уровне, и проводить мероприятия на государственном уровне. Я думаю, наш президент Владимир Владимирович тоже любит бои. Он это каждый раз показывал присутствию, посещая эти бои. Он сам спортсмен, масса спорта по нескольким видам. Единоборств тем более. И ему присуще это мужское. Я поэтому считаю, что государство должно принять в отношении смешанного единоборства. У нас оно идет как вид спорта. Шаг сделан. А теперь нужно и как профессиональный вид спорта развивать, как профессиональный бокс, как профессиональные другие виды. Мы должны развиваться смешанное единоборство. Вот это мое мнение. А через лет пять где будет единоборство? Да, сейчас ММА развивается не вот так даже, а вот так. Мы были на 22-й позиции, когда Хабиб подписался в UFC. Если взять по рейтингу, если взять по бойцам. Сейчас мы находимся на 3-й позиции. Это такой скачок и так далее. Вот через лет 3-5 я верю и уверен, что ММА будет на 2-й позиции. И мы через 8-10 лет будем бороться за первое место смешанного стиля во всем мире. Для этого у нас есть хорошие, талантливые ребята. Выросли мои талантливые тренера. Ну и то, что мы как идем, нас тяжело будет остановить. Невозможно. Я надеюсь. Дай бог. Совсем скоро состоится бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Как вы оцениваете этот бой? Кто сильнее? Шансы, конечно, в начальных раундах очень велики у Исмаилова и Владимира Магомеда. Если бой затянется, у Минеева есть хорошие шансы. Поэтому этот бой, в зависимости от того, как служит до тактического плана, я думаю, это бой должен состояться. Однозначно. Но, говорят, у меня плохая борьба. Зато у него хорошая ударная техника. Он будет компенсировать недостаток в одном. Вот если в процентном? Я считаю, 50 на 50 этот. Да? Да. Здесь все будет зависеть, как сложится начальное. Вот, допустим, в начале разведки. Кто кого попадет в первом раунде. Это очень важно. А если Исмело переведет его, очень тяжело будет иметь его. Я знаю, что вы присутствовали на бое Мурат Гассиев и Александр Усик. В чем причина проигрыша Мурата Гассиева? Почему он уступил Александру? В чем причина? Во-первых, Мурат Гассиев – это боец, который, в моем понимании, мог до конца четвертого раунда, ну, максимум пять раунд. Вот в пределах этих раунд он мог уронить соперника. Дальше они становились очень мизерными. Чем дальше, тем, значит, они таяли эти надежды на победу Гассиева. Во-первых, угол, угол. Не то, что включили туда такого опытного. Анатолия Ломаченко. Да, да, тренера, значит, Ломаченко в этот угол, в тактическом плане. И если взять всю историю и карьеру Усика, чемпионат мира, Олимпийские игры. Это школа, это класс, это его физическая форма. В психологическом плане будет, не будет боя, то, что они сыграли. Они сыграли все по нотам, как это должны были сыграть. И вывели Усика в отличной форме. Каждым раундом он оставлял неудел. Один-два выпад острых от Гассиева, но с каждым раундом таяли наши надежды. Я все-таки считаю, что это бой решило исход на классе. Можно ли сказать, что 50% это проигрыш тренера? Нет, я не соглашусь с этим. Поэтому очень многое определил тренерский совет здесь. Но этот опыт, Олимпийский игрок, чемпионат мира Усика. Это очень высокий фундамент. Это большой залог успеха, который был заложен. Кто начал бой. Кстати, скоро в ноябре будет бой Александра Усика с Тони Белью. Как вы оцениваете этот бой? Я опять ставлю на Усика. Да? То есть, скорее всего, Тони поедет домой. Усик очень талантливый, надежный боксер. Я считаю, что сейчас он на ходу. Как вы считаете, может ли состояться бой Мэни Пахьяо, Флойд Майвезер? И кто там является фаворитом? Почему Винет? Мне здесь очень важно, в каком весе спустится Мэйвезер. Ага. Это зависит от исхода. Чем меньше спустится Мэйвезер, тем больше шансов у Пахьяо. Все-таки чуть мощнее, крепче. И тогда вы ставите нам Пахьяо в этом бою? Я никогда не сбрасывал со счетом Пахьяо в любом бою. Это не стандартный, это талантливый боец, который может попасть, уронить. Согласна. Поэтому, но надежность, конечно, у Мэйвезера больше. 50-0, это говорится он для себя. Скажите, а во что вы твердо верите? Я в Всевышнего верю. В кого еще можно верить? В принципе, да, конечно. У вас на река есть друзья, с которыми вы прошли уже в течение своей жизни. А что для вас дружба? У меня много друзей. Ну, настоящих друзей мало. Мало? Да. Не только, наверное, у меня. И у многих, так. Когда это касается на самом деле дела, пока ты на каком-то уровне держишься, у тебя их очень много. А когда тебе очень тяжело, и между тем, как покинут, как говорится, большой спорт и там на грани, тогда их у тебя оставалось совсем мало. Поэтому, я считаю, настоящих друзей и не бывает много. Вот правильно вы сказали? Вот то же самое и с бойцами. Вот выигрывают они, люди их прям поднимают. Только стоит им опуститься и проиграть, все. Их просто... Поскользнулся, готовил растоптаться. Ну, это же ненормально. Даже в той же Америке, в Европе, они поддерживают. Выиграл, ты проиграл. Для тебя спортсмен, как будто ты в космос улетел. Я читаю, я читаю в соцсетях, комментарии. Да. В разном планах характера. Есть, конечно, умные люди, есть люди с терпением, есть люди, которые повидали все. Вот бабушка 85 лет. Выходит на встречу, когда ей говорят, что мы едем в горы с Хабибом. Ждет на дороге и встречает нас. Это, конечно, такой радость, что бабушка 85 лет не дает переключать телевизор, когда бой Хабиба. За час и после часа этого. Смотрит повтор и смотрит. У нас это в Чемодинском районе, есть бабушка. Хабибе я покупал подарок, на дне соревнования получали. Ну, это и есть настоящая радость, когда в таком возрасте человек болеет за вас. Я думаю, это большое счастье. Это радость? Да. Как вы считаете, правда, что на зло нужно отвечать все-таки добром? На зло все-таки нужно отвечать добром, потому что сказано. Есть такой хадис, саляму амбхамаду, когда очень невежественно их адрес отвечали, и жена Аиша ответила тем же, на что пророк, саляму алиху асаламу, повернулся и сказал, мы не из тех людей, чтобы отвечать таким же образом. Поэтому этот пример, я думаю, очень достаточный, этот пример получительный для будущих поколений. Как вам свойственно реагировать, если в вашем присутствии оскорбляют человека? Я не позволю этим делать. Я обязательно умешиваюсь. независимо от ранга человека. Да какой разница? Оскорблять человека никто не имеет права. Пусть будет он президент. Сложные обстоятельства есть у каждого человека в жизни. Можете ли вспомнить, были ли у вас такие ситуации в жизни? И можете ли вы сказать, что вы их выстояли? Вот возьмем 99-2003 год. Я считаю, это самым сложным периодом. У меня был родственник, двоюродный брат. Он разбился на мишине, и двое детей, его сироты, жили у меня. В Махачкале я переехал. Я жил в селении, в Книгинском районе переехал. Еще один двоюродный брат. Развелись их двое детей возле меня. Своих детей возле меня. Шамиля Заворова отца не стало. Его взял к себе. Ну, и таких получалось. И Могович Макашарипа умер. Разбился отец. И эти все люди остались нами. Все, все, вы справились. Да. Такое было. Это очень сложно. Это даже не вмещается в это слово сложно. А где они сейчас все? Сейчас они успешные люди. Чемпионы мира. Но Макашарипа не стало. Его аварий разбился. Остальные действующие, состоявшиеся люди, чемпионы мира, с высшим образованием. Некоторые даже два образования получились. Ну, сейчас нормальные люди зарабатывают, кормят семьи. Мне кажется, если человек живет все-таки не мирской жизнью, а живет религиозной жизнью, Господь никогда не оставит его. Никогда. И тогда все... Если Бог на первом месте, все остальное на своих местах будет. Да, нам посылают испытания. Если ты его выдержишь, я думаю, все еще надо благодарить за это. Конечно. То, что вы говорили в самом начале, благодарить. Вы можете сказать, что самое лучшее в жизни вы уже сделали? Нет. Я верю, что я самое лучшее, что я сделаю. Это я хочу сделать колодцы. Я хочу сделать дороги. Я хочу строить для детей школу. Я верю, что я смогу этого сделать. Сейчас мы находимся в хорошем отеле Никольской 12 и разговариваем с вами, чему я очень рада. Могли бы вы представить, что даже если вернуться 10-20 лет назад в вашу жизнь, могли бы вы представить, что вы будете сегодня вот на этом месте сидеть, что у вас будет сын, один из лучших бойцов на сегодняшний момент в мире. Могли бы вы представить такую картину? Честно говоря, нет. Но я шел и верил. Верили? Верил. То, что я добьюсь такого успеха, конечно, это было тяжело. И с каждым разом, со ступенькой, надежда все-таки вела мне к цели. Как верующий человек, я бы, конечно, задала этот вопрос. Может быть, он покажется немножко банальным, но он очень глубокий. Для чего живет человек? В чем смысл жизни? В чем смысл жизни для вас? Для чего живете вы? Обычно человеку отпущено 65-75 лет среди. Но с того момента, как я стал понимать, что такое вера, я знаю, что у меня отведенное время. Я должен успеть быть полезным, благодарить Всевышнего и следовать канонам ислана. чего я делаю. И, я думаю, оставить после себя воспитанного, образованного сына, который будет приносить и дочку, и семью после меня, значит, моих детей. И я думаю, что если я все-таки оставлю для будущего поколения хорошей школой, дорогой, допустим, провести к ним воду источник воды в горах, это будет то, что приносит мне и потусторонней жизни пользу. Однозначно. Конечно. Я верю в это. Да. В завершении нашей встречи хочу сказать, пусть самые амбициозные цели Абдулманапа Магомедовича и Хабиба осуществляются. Подписывайтесь на наш канал, будьте первыми, будьте сильными и будьте с нами. Спасибо. Спасибо.